Друзья, всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала и все, кто меня смотрит. С вами я, Принц Риэль. Вот, знаете, еще одно шокирующее известие, это то, что, знаете, говорит о том, что, ну, реально происходит что-то ужасное в нашей стране, когда даже между родными происходят, ну, какие-то ужасные отношения, которые заканчиваются в конечном итоге убийством. А именно такая история произошла в Бронницах, это Подмосковье. Мать убила собственную дочь, то есть вы представляете, да, дочка была художницей, она руководила местным кружком, ну, где, значит, обучала детей различным техникам рисования, ну и, разумеется, проводила различные мероприятия, конкурсы, да, и даже сама участвовала в этих конкурсах, была прекрасным человеком во всех смыслах этого слова. Ну, я про дочку, разумеется. Мать работала педиатром местной поликлиники. И что самое интересное, она состояла сама на учете психиатрической больницы, ну, или на учете у психиатра, тут меня поправьте немножко. Также, дорогие друзья, она состояла в какой-то секте наподобие, ну, знаете, как вот сейчас вот есть такая секта, новое поколение. Ну, это там, где больше всего практикуется изгнание, так называемых, злых духов, бесов и так далее. И, значит, мама была этим сильно увлечена и, так скажем, заподозрила, что у дочки какой-то живет бес и решила из нее изгнать. Все это, знаете, происходило на почве недавно произошедшего у них конфликта, то есть какая-то ссора была. И мама зарезала дочку острым ножом, то есть причем нанесла два ножевых ранения, дочка скончалась. И сейчас вот проводится оперативно-средственное мероприятие. Дорогие друзья, вот это вот просто самое ужасное, что может происходить, это, представляете, в чем дело? Меня больше всего удивляет, как она работала врачом, имея при этом справку от психиатра, то есть имея тяжелый диагноз, более того, то, что она состоит в секте уже долгое время, на протяжении 15 лет, как ее не лишили родительских прав? Ведь на тот момент, если посчитать, очевидно, девушка была еще малолетняя, то есть ей было меньше 14 лет. Как все-таки мать могла ее воспитывать, будучи состоявшая в секте, причем в такой деструктивной секте, которая разлагает морально, вредит психике своей и психике окружающих людей. Ведь она была очень жестокая, была, ну вот эта мать, она часто ее, так сказать, ну, как говорили соседи, часто ее била, когда она была еще ребенком. Но дочке не было куда-то деваться, и поэтому она вынуждена была жить с ней в квартире вместе. Ну, дочка не замужем была, поэтому, как бы, и некуда было деваться, да и, в принципе, как бы, профессия у нее была такая довольно невысокооплачиваемая. Вы знаете, вот больше всего меня беспокоит, как вот действительно ей, ее не лишили родительских прав, и как она работала педиатром, врачом, будучи на учете, состоя на учете в психиатрической клинике. Дорогие друзья, вот даже я вот не могу устроиться простым, значит, ювелиром. Ну, во-первых, потому что у меня очень плохое зрение, а во-вторых, потому что я нахожусь на учете психиатра, да, то есть, хотя и работа не требует эмоциональной какой-то стрессоустойчивости, но даже меня не берут на данную работу, потому что при моих диагнозах, при том, что я тяжело болен со стороны неврологии, у меня слабость мышц сильная, у меня, ну, как бы, заболевания, требующие, скажем так, постороннего хода, меня не берут даже на такую, казалось бы, работу, где нужно работать, ну, скажем так, с материалом, где нужно проявлять творческую, творческий свой потенциал. И меня не берут на работу, казалось бы, на ту профессию, которой не требуется работа с людьми, где, например, врач, а она, работая врачом, имеет такой диагноз, ну, вы понимаете, да, что иметь диагноз олигофрения и работать при этом врачом, это вообще, как вообще понимать такое? Мне страшно, честно говоря, за детей, которых она, ну, как бы лечила. Мне страшно вообще вот здесь вот представить даже. В общем, дорогие друзья, это очень страшная такая вот история, это страшное событие. Ну, дочке светлая память очень жалко из-за такой мамаши потерять такого прекрасного светлого человека. Что вообще происходит в нашей стране? Вот, дорогие друзья, напишите мне, пожалуйста. Мне вот, честно говоря, страшно жить самому в этой стране. Мне хочется куда-то уехать, например, в Копенгаген тот же, и там жить. Или во Францию, например. Там, где намного прекраснее живется, там, где нет вот этого ужаса, как вот у нас происходит. И там, где заботится о людях и платит, допустим, высокую зарплату и высокую пенсию, где можно раз в три месяца ездить спокойно на курорт, при этом у тебя еще останутся деньги. Вот, честно говоря, мне страшно за нашу страну, вообще страшно за нашу реальность. Я даже не знаю, что делать, дорогие друзья. Вот так вот. Пишите свое мнение, ставьте палец вверх. Я даже не знаю, ну, можете палец вниз, но не знаю, что в такой ситуации делать. Ну, в общем, пишите свое мнение обязательно по этому поводу. Придавайте огласки таким ситуациям, чтобы люди больше всего знали, что происходит в нашей стране. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и до скорого. До скорых встреч.